Зримый образ Небесной Церкви в Богоявленском соборе продолжаются работы по установке иконостаса. Это одна из важнейших архитектурных принадлежностей православного храма. Оба иконостаса изготовлены в Московской области. Над их монтажом трудятся специалисты из города Ходьково. Надежда Печоркина наблюдала за преображением собора. На стене отделяющий алтарь от средней части храма устанавливают верхний ряд икон. Один за другим появляются на своем месте лики пророков. Сияют позолотые уже оформленные ряды святых образов. Для мастеров из Подмосковья такие работы не в новинку. Они уже установили в храмах страны более 20 иконостасов. Их работу можно увидеть и в сочинском районе Хоста, и в нашем Ямбурге, в Тобольске и Сургуте. А в основном в средней полосе России. Позолоченные иконостасы, иконостасы с тонировкой, с басмой. Мы стараемся совместить разные материалы, для того, чтобы это было интересно, неповторимо и необычно. Но учитывая традиции древнерусского искусства церковного. Никакой самодеятельности в этом быть не может, говорят художники. Прежде чем приступить к очередной работе, они вдохновляются тем, что создавали их предшественники. Есть много книг, много информации, которую мы просматриваем, посещаем музеи. Из этого черпаем информацию и творческие силы. Эти иконы вышли из-под кисти московского иконописца Татьяны Лагуновой. Все остальные работы – дело рук художников творческой мастерской. Перед сборкой они тщательно сверяются с проектом. Ведь иконостасы сбори и сами специалисты увидят впервые. Мы делаем проект, и только по проекту мы можем судить о будущем иконостаса. Но воочию только на монтаже мы его можем увидеть. Художники явно довольны тем, что получается в результате в какой-то момент наблюдения за работой других приходит осознание того, что мы, возможно, одни из последних, кто видит эти иконы так близко. Их закрепляют на высоте всерьез и надолго. Это сооружение ставится на века, поэтому мы здесь применяем природные материалы. То есть позолота у нас на натуральном левкасе, который дышит вместе с деревом. И, по идее, должен стоять не одно десятилетие, а может быть и столетие. Даже сегодня, когда иконостас еще не полностью собран, его вид уже заставляет задуматься о красоте небесного царства, тайнах божественного промысла и смысле человеческой жизни. Те, кто работает со святыми образами, это прекрасно осознают. Здесь не слышно таких привычных на строительной площадке громких фраз и крепких выражений. Лицом к лицу с вечностью. Они, как большую мозаику, складывают из отдельных и важных фрагментов. Образ небесной церкви. Надежда Печоркина, Антон Берестянский, Служба новостей, Импульс.